Евангелие от Матфея, двадцать вторая глава Вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутья, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? А тот молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать. Они принесли ему динарий. И говорит им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу. Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его. Учитель Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. «Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою, брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее?» И Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьи. Ибо в воскресенье ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресенье мертвых не читали ли вы, сказанного вам Богом? «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав, народ удивлялся учению его. А фарисеи, услышав, что он привел Саддукея в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда, говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй у меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». «Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. С того дня никто уже не смел спрашивать его. Продолжение следует...